Книга «Открытым оком», вопрос 1936-7 том, тема «Святая Библия». Часто ли монахи искали ответ в Писании на свои мероприятия, какие они хотели предпринять? Отвечает Игнатий Тихонович Лакин. Чего нет, того нет. Екклезиаст 1.15. Кривой не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Им постоянно были какие-то голоса, образы, видения, благоухания. Их так было просто обмануть лукавым духом, чего они и не скрывают. И никаких доказательств, что это было от Бога. И в конце всегда они вруцы Божьи будут, и всегда они только в раю. Это тоже чисто сектантское выражение. Этого учения в православии нет. Никакой канонизации Бог не заповедал делать. А вот пишет жертвописатель вовсе без страха Божия, фантазируя от имени Бога. Они ведь, как понимали монахи, разные пустынники. Я тут столько пологолодал, столько недосыпал, столько колючек у меня воткнулся. Я их перенес и не вытащил. И сгорая в вожделениях к противоположному полу, все-таки не женился. Обязан Бог дать царство свое мне. И его последователи так и делают. Они приватизировали небо. У них все было выверено. Стандарт святости выверялся по монастырским уставам. Монашество погубило евангельскую веру. Они искали и строили не царство небесное, а царство монахов и попов. И если даже ветхозаветным людьми Бог разговаривал через ангелов или сам лично, то в Новом Завете это было чаще откровение. Евреям 1.1. Бог многократно и многообразно говоривший издавали отцам в пророках. А у пустынников пусть спустилось на много уровней ниже ветхозаветного. Или иконы, или звезды сложились в виде креста, или дерево чудно плодоносит. Левитам 26 глава 36 стих. Шум колеблющие гуся листа погонят их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. Ефесянам 4.14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеку, по хитрому искусству обольщения. Колоссянам 2 глава 18.23 стих. Никто не обольщает вас самовольным смиреномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно набиваясь в плотским своим умом. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиреномудрие и изнурении тела, в некотором небрежении, а насыщении плоти. Авраамий Чухломский. 2.20 июля. Пример жития святых. Отличаясь величайшим смирением, он оставил обитель преподобного Сергия и удалившую из пустынных местах Гальческой страны, основал там много обителей. В это время он услышал с горы голос, сказавший ему, «Авраамий, взойди на гору, здесь стоит икона матери моей». Преподобный взошел на горы и увидел икона Пречистой Богоматери с предвечным младенцем, стоящим на одном из росших здесь деревьев. Пав ниц, он стал со слезами молиться и снова услышал голос, сказавший ему, «Встань, Авраамий». Он встал, и икона сама, никем не поддерживаемая, сошла к нему на руки. На этом месте он построил себе сперва келью и долгое время пребывал здесь в уединении, а спустя много лет устроил в этом пустынном месте монастырь, собрал множество учеников и с неослабным усердием подвязался в посте и воздержании.